Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. С вами Юлия Кондратенок, и сегодня мы с вами продолжаем разговор о баковых смесях, а именно о совместимости препаратов в баковой смеси. Хотя подавляющее большинство препаратов производители уже создают совместимыми, они заинтересованы в этом, с другими препаратами, даже других фирм, тем не менее, есть исключения. При приготовлении баковой смеси мы обязательно должны учитывать механизм действия препаратов, ведь они есть контактные и есть системные, особенно это касается гербицидов. Бывает такая ситуация, что у нас очень засоренный участок, там сорняки однодольные и двудольные, многолетние, однолетние, злостные, и мы хотим гарантированно уничтожить все. И в этом случае, если мы смешиваем гербициды контактные и системные, эффект может оказаться совершенно не тот, на который мы рассчитывали. Дело в том, что контактные гербициды, они убивают сразу же в конкретном месте живую ткань, вызывают вмирание, некроз. А системный его механизм действия в том, чтобы впитаться в живые ткани, разойтись по ним, по всем, рассосаться, можно сказать, распределиться, и вызвать серьезные нарушения в жизни растения, в каждой клеточке, что в листьях, что в корнях. Образование некрозов, вызванное контактным гербицидом, препятствует всасыванию системного гербицида. И как результат, да, где-то там немножко отмерло, но неэффективно. Просто верхняя часть листьев, или та, где попал гербицид, отмерла, все остальное осталось живо и зашло заново. То есть, если речь идет о гербицидах, мы системные используем отдельно, контактные используем отдельно и не смешиваем, иначе эффективность их упадет сразу в несколько раз. Эффективность баковой смеси зависит не только от препаратов, как мы выбрали для ее составления, но и от того, насколько они совместимы друг с другом. Кроме того, следует учитывать, что в состав каждого препарата, помимо действующего вещества, еще входит множество различных веществ. Я думаю, многие из нас, глядя на пакетик, замечали, что пакетик весит 1 грамм, а там написано «Действующего вещества ДВ 250 миллиграмм». Что же занимает остальные три четверти? Оказывается, туда входит очень много различных веществ. Стабилизаторы, эмульгаторы, консерванты, защиты от ржавчины, поверхностно-активные вещества, прилипатели. И вот эта вся смесь и составляет уже полностью наш препарат. И от того, как эти вещества взаимодействуют друг с другом, будет зависеть и эффективность баковой смеси. Важно помнить, что в зависимости от того, какую реакцию дает тот или иной препарат, может произойти и соответствующая реакция. Ни в коем случае нельзя смешивать щелочные и кислотные препараты друг с другом. Происходит их нейтрализация, и эффективность препарата резко снижается. Далее, если мы выбрали два препарата, в которых находятся различные поверхностно-активные вещества, прилипатели, то может произойти их взаимодействие, и в баковой смеси они слипнутся. В результате эффективность резко упадет. Поэтому очень важно перед приготовлением баковой смеси проверить их на совместимость. Это делается при помощи приготовления отдельных маточных растворов и смешивания части их друг с другом, где можно увидеть, есть липание или нет. Из-за того, что препараты прореагировали друг с другом и слиплись, эффективность резко снижается, и препараты не действуют. Также следует учитывать и механизм действия препаратов. Например, контактный он или системный. И как пример, это использование гербицидов в одной баковой смеси различного действия, контактного и системного. Следующий момент. Касаемо гербицидов. Дело в том, что многие из наших зрителей считают, что достаточно один раз внести гербициды и погибнут все растения. И больше никаких сорняков не будет. И очень удивляются. Я же вносил гербициды, вот растения отмерли, а потом вдруг взошло еще больше сорняков. Дело в том, что гербициды не действуют на семена, которые находятся под землей в спящем, покоящемся состоянии. И они не действуют на корни, которые еще не выпустили, корневища, которые еще не выпустили, ростки не дошли, на них не попал гербицид. Поэтому при обработке, при очистке участка гербицидами нужно не менее двух опрыскиваний. С интервалом иногда до месяца, чтобы взошли все семена сорняков, чтобы проснули все корневища, чтобы мы их могли достать. Это касается именно совместимости гербицидов, системных и контактных. По отношению к другим пестицидам следует запомнить, что очень плохо совмещаются некоторые макро-микроудобрения с пестицидами, со средствами защиты растений. Например, нельзя смешивать масляные препараты с микроудобрениями, которые содержат пор. Их эффективность резко падает. Также нельзя смешивать препараты, содержащие кальций, то есть кальцевую селитру, с микроэлементами, такими как железо, цинк, магний и марганец. Поэтому кальцевая селитра для предотвращения горькой ямчатости обычно всегда продается отдельно. Либо есть специальные удобрения с содержанием кальция, где не содержатся вышеуказанные микроэлементы. Железо, марганец, магний и цинк. То есть их мы обязательно разносим, как бы нам не хотелось совместить их все вместе. Кроме того, кальциевые удобрения нужно очень осторожно смешивать с удобрениями, макроудобрениями, которые содержат фосфор и серу. Иначе эффективность будет очень низкая. Это что касается удобрений, совместимых друг с другом элементов. Смешивать вместе два удобрения, которые имеют очень сложный состав, макро-микроэлементный, также не имеет смысла. Например, не стоит смешивать кристаллон и комплемет, или комплемет и эколист. Почему? Они уже содержат нужные макро-микроэлементы в нужном соотношении и пропорциях. И смешивая друг с другом их, мы скорее навредим, превысим дозировку и вызовем у растений отравление или ожоги. Нам это не нужно. Еще самый важный момент, на который нужно обратить внимание при смешивании препаратов. Нельзя, ни в коем случае нельзя, смешивать препараты со щелочной реакцией, с препаратами, которые имеют кислую реакцию. Обычно в таком случае на препаратах указывается, категорически запрещено смешивание. Иначе получается реакция нейтрализации, и препараты не срабатывают, не действуют, а растение может получить серьезные ожоги. При смешивании препаратов также следует придерживаться следующих правил. Совместимы практически все биостимуляторы, удобрения и живые биопрепараты, вот типа тех, которые представлены у меня на столе. Дело в том, что они основаны на живых культурах, на продуктах их жизнедеятельности. Удобрение им не помеха. И смешивая вместе эти препараты, мы получаем очень хорошую баковую смесь, очень эффективную, можно сказать, эффективность даже такой смеси выше, чем если бы мы взяли каждый из этих препаратов по отдельности. Совместимы все стимуляторы роста, различные в виде различных вытяжек и химические удобрения для подкормки растений, а также пестициды для защиты от болезней и вредителей, фунгициды и инсектициды. За исключением, особое внимание, нужно уделить препаратам серы и препаратам меди, которые могут с некоторыми препаратами не совмещаться. Кстати, очень осторожно нужно применять препараты серы при смешивании с масляными концентратами или масляными эмульсиями. Здесь может произойти совершенно непредсказуемая реакция, и вместо хорошего урожая вы получите плоды с оржавленностью из-за ожога препаратами серы. Более того, по сере я хотела бы отметить маленький секрет. С ней нужно быть очень осторожным при применении, когда идет формирование завязи. Дело в том, что любое превышение концентрации или нарушение сроков применения и условий применения, то есть солнечную погоду при высокой температуре, может привести к образованию на плодах яблок и груш очень некрасивой ржавой сетки. И плоды просто потеряют свои товарные качества. А если ожог будет очень сильным, то растение просто сбросит такие плоды. Совместимы все пестициды, инсектициды, фунгициды и стимуляторы роста и химические удобрения, за исключением ранее оговоренного случая. Их можно применять в одной баковой смеси согласно правилу не более 3-4 препаратов в одном баке, в одном смесителе. Очень важное правило по биопестицидам. Несовместимы микроорганизмы и химические пестициды, которые как бы призваны бороться с ними в живой природе. Даже если это будет живая триходерма, прекрасное средство для борьбы с грибковыми заболеваниями, а вы добавите к ней немного фунгицида, то эффект будет фактически нулевой. Триходермогрибок, фунгицид призван уничтожать грибок. И ему без разницы, будет ли это полезный грибок или вредный. Как результат, нулевая эффективность нашего препарата. Особенно тщательно следует подходить при смешивании препаратов, содержащих различные микроудобрения, особенно в хилатной форме. Не рекомендуется, а в некоторых случаях категорически нельзя смешивать в одном баке препараты с медными препаратами. Это может быть бордовская жидкость, хлорокисмеди, это может быть медный купорос, другие препаративные формы. При приготовлении баковых смесей берем препараты в тех концентрациях, которые указаны производителем. В первую очередь руководствуйтесь здравым смыслом. Если вы видите, что ситуация в саду действительно сложная, что у вас одновременно и болезни, и вредители, и требуется подкормка, то приготовление и применение баковой смеси – это самый лучший выход и лучший способ сэкономить свое время, своей силы, и в то же время защитить свой сад. Внимательно относитесь к своему здоровью при проведении защитных обработок. Одевайте защитную одежду, очки, перчатки. Защищайте не только свои растения, но и себя. Подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, спрашивайте, ставьте лайки. С вами была Юлия Кондратенок. До новых встреч на нашем канале.